Где во время войны отдыхают и веселятся чиновники Минобороны России? Кому из своих друзей и олигархов Путин дал разрешение не платить налоги? И что депутаты позволили делать коллекторам с несчастными должниками? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Уровень жизни в России из-за войны падает. Все больше россиян вынуждены набираться долгов, расплачиваться за которые нечем. Но не платить, даже если ты умираешь с голода, эта антинародная власть не позволит. Госдума принимает закон о новых правилах для коллекторов. Фактически им дают разрешение кошмарить народ любыми способами. Все для людей. По-путински. Как вы думаете, что может быть хуже коллекторов, которые звонят и пишут вам каждый день? Возможно, только коллекторы, которые могут доставать вас еще и через госуслуги. Именно так разрешила Госдума своим свежим законом, став союзником взыскателей. Принятый закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг. В том числе общаться с ним в чате. Будто мало того, что половина страны боится зайти в госуслуги, чтобы не увидеть там черную метку. Ну то есть повестку на войну. Теперь еще и будут бояться увидеть там ласковые требования вернуть долг с огромным процентом. К тому же депутаты снова разрешили коллекторам использовать столь ненавистный заемщикам прием давления. Неутомимый прессинг угрозами. Когда они звонят и пишут по 10 раз в день, превращая жизнь в ад. Новый подход. Если на первое сообщение коллектора должник дал ответ, то в течение этого дня взыскатель может отправлять клиенту сколько угодно сообщений, пока диалог не будет завершен. Это будет считаться одним случаем контакта. Вот так вот ловко они вернули назад свою же реформу. Ранее популизма ради они ограничили количество контактов коллекторов с должниками. А теперь вот сами тихонько обошли свой же запрет на бесконечный спам. Управляющий партнер Enterprise Legal Salatons Юрий Федюкин заявляет, что такие нововведения во многом сводят к нулю все усилия, направленные на защиту прав должников и предотвращение злоупотреблений со стороны коллекторов. Например, отмечает юрист поправки, позволят игнорировать установленные лимиты по количеству контактов с должником. Выбивалом долгов теперь еще и разрешили скрывать свою фамилию во время общения с должниками. Использовать вместо нее специальный код. Представьте себе, что вы получаете письма и звонки от анонимных взыскателей, которые могут спамить вас без всякого контроля. Будут обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые при действиях по возврату этой задолженности, и хранить их в течение трех лет. Это означает, что каждый разговор, каждый контакт записан. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Это еще в лучшем случае в суде, а в худшем – в беспредельных разборках вымогателей под государственной крышей. Но есть и хорошие новости. Госдума реально взялась за инновации. Решила использовать новейшие достижения искусственного интеллекта на благо. Вот только на благо… да, опять коллекторов. Вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» – программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога. Теперь можно создать сверхумного и находчивого цифрового коллектора. Он не только никогда не устанет доставать должников, но и сумеет на основе информации про вас быстро подобрать самые эффективные способы наехать, от которых уже так просто не отвертишься. Но ведь депутаты на словах якобы так ратуют за простой народ и наоборот борются с коллекторами. Путин недавно даже подписал закон. За насилие и угрозы коллекторам грозит до 10 лет заключения и штраф на миллионы рублей. Но разве можно оставить банки без вымогателей долгов с большими возможностями? Так ведь финансовые воротилы могут и без деньжат остаться. Такого беспредела власти не допустили. И просто разрешили им трусить на деньги напрямую, даже и без коллекторов. Представлять кредитора теперь смогут не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие с ним в одну группу лиц. И если какую-то мелкую конторку взыскателей проще послать подальше, то попробуйте так же уже с крупным серьезным банком. Получается, власти умело прикрывают спины банкиров и коллекторов и дают им отличные инструменты преследования загнанных в нищету и задолжавших россиян. А вы думали, они за вас ратуют? Больше трех триллионов рублей уже не хватает в бюджете РФ для покрытия запланированных расходов в этом году. Власть недавно придумала, как подлатать дыру. Ввели так называемый налог на сверхприбыль. Обещали потрусить крупный олигархический бизнес. Вот только на самом деле платить снова придется простым россиянам. А приближенные к Путину бизнесмены и дальше продолжат богатеть и выводить миллиарды из страны. Подробно разберем эту схему. Кремлевским властям срочно надо с кого-то содрать ну хотя бы пару сотен миллиардов рублей. Ведь казна полупустая. Должны платить люди, которые получают миллиарды рублей. И это должно быть на уровне 50-70, может даже выше процентов. И вот власти пообещали, наконец-то все же заплатят самые-самые богатые. Представили налог на сверхприбыли. Достаточно крупные суммы. То есть общая сумма, которую планирует государство получить, за счет этого разового сбора превышает 300 миллиардов рублей. То есть фактически государство использует этот разовый налог, как разовый сбор, как инструмент для финансирования дефицита бюджета. То есть который становится, скажем, днем все больше и больше и больше. Да неужели Путин все же решился потрусить ранее неприкасаемых? Как бы не так. От сверхналога уже освободили крупнейших нефтяников, газовиков, угольщиков. А теперь вот правительство оставило лазейку еще и для крупных застройщиков жилья. Самые жирные куски экономики, самые огромные кошельки, которые можно было бы потрясти, их просто выводят за скобки, их эта инициатива не коснется. Застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через экстра-счета. Те, кто не платил дивиденды в 2021-2022 годах. Компании, которые в 2018 и в 2019 годах не имели выручки от реализации. Может показаться, что это зацепит только действительно нуждающиеся компании. Ну а на словах, да и на документах тоже, богатейшие воротилы нередко бедны, как церковные мыши. Компания может не иметь выручки от реализации, но иметь прибыль за счет вне реализационных доходов, которым, согласно налоговому кодексу, относятся доходы от дивидендов, курсовой разницы от сдачи в аренду и так далее. И если барыши хотя бы чуть приупали, бегут выпрашивать миллиарды у бедноты, ну то есть у бюджета. А Путин всегда этому рад. В 2008 году в рамках антикризисной помощи системообразующим компаниям мы подписали решение о предоставлении нашей компании госгарантии по кредиту Сбербанка. Сильно, очень сильно нам помог. Это, например, Сергей Гордеев, никогда мощнейший парень стройки в Сея Московии. Но есть чем, как говорится, государству, обществу, народу, бюджету поживиться. Там триллионы просто наших с вами народных денег. А еще 23% акций группы ПИК есть у путинского банка ВТБ. Кстати, работал ПИК с теми самыми эскроу-счетами, которые ныне дают индульгенцию от налога. По состоянию на конец первого полугодия 2020 года общий остаток средств на экстроу-счетах клиентов ПИКа составлял 36,2 миллиарда рублей. Но кризис и санкции таки делают свое дело. И в прошлом году над ПИКом начали сгущаться тучи. Гордеев из ложности ушел. И сейчас его недвижимость скупают Ротенберги, ближайшие друзья Путина. Уж этих-то лишними налогами навряд ли потревожат. А вот и еще один спасаемый от налога – миллиардер Максим Шубарев. Он не только получает крышу от властей, но и сам ее дает. Вот, причем буквально. Как утверждают российские СМИ, владеет, кроме прочих богатств, и квартирой за полмиллиарда рублей в одном из самых премиальных ЖК Москвы – Причистенко-13. А живет там, причем вполне официально, заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикать. Ну и что, скажете вы, человек пустил пожить к себе бедного чиновника. Неужели столь высокого прокурора можно купить какой-то там одной квартиркой, пусть и дорогущей? Конечно же нет. Его можно купить долей в бизнесе. Кикать уже получил долю в бизнесе Шубарева. На супругу силовика, возможно, уже бывшую Диану Тагирову, были оформлены строительные фирмы «Эстмонолит» и «Энергостройтех» совместно с Шубаревым. Затем доли жены прокурора переоформили на других членов его семьи. Только личный годовой доход Шубарева превышает 5 миллиардов рублей. Зато компании Шубарева зарабатывают на господрядах, обеспечивая жильем сотрудников прокуратуры в нескольких российских регионах. И неужели таких дорогих партнеров можно обдирать на деньги? Они не могут это сделать, это их природе противоречит. Столько людей воруют, хоть сажай каждого, а посадить некого все свои. Вот такая же тема, только с новым налогом на сверхприбыль. Эксперты подозревают, уклониться от сверхналога может и фирма ГК ЛСР. Принадлежит экс-сенатору от Ленобласти Андрею Молчанову. Андрея Молчанова не случайно СМИ окрестили любимчиком Смольного. Группа ЛСР и в самом деле обладает огромным лоббистским ресурсом. Молчанов еще в 90-х поднялся на ваучерной приватизации и отхватил тогда себе целый строительный завод. Андрей Молчанов – выходец из правильной семьи. Его отчим Юрий Молчанов около 10 лет работал в команде Валентины Матвиенко, когда та возглавляла Санкт-Петербург. Кроме того, звучали мнения, что Молчанов старший, будто бы еще со студенческих лет, имеет близкие связи с банкиром Юрием Ковальчуком. С тех пор высокая крыша высоких патронов Молчанова не покидала. В прошлом в совет директоров группы входил также председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. И тут, вот видите, своих, соответственно, сразу щадят, не трогают. И, как говорит «Единая Россия», верьте только делам. Ну а раз уж денежные мешки не поделятся, то за чей же счет тогда Путин будет закрывать дыры из-за собственных провалов? В результате эта дыра в бюджете будет лататься за счет граждан, за счет новых поборов, новых налогов, отношений рядовых, новых платежек ЖКХ. Вероятно, придется и урезать расходы на простых людей. Когда у вас постепенно подрезают расходы на образование, на здравоохранение, на ремонт дорог и так далее, у вас просто постепенно, постепенно ухудшаются. А также потрусить мелкий бизнес. Я рекомендовал бы все-таки использовать этот инфоповод как ситуацию для того, чтобы оценить свою налоговую безопасность. Потому что это как подтверждение о том, что государство начинает проблемы с исполнением бюджета. И это все может привести к усилению налогового контроля в целом. Потому что путинисты разделили страну на две касты. Одни всю жизнь пашут, платят и терпят, а другие только пожинают плоды и придумывают все новые способы, дабы остальные пахали, платили и терпели еще больше. И вот изменить это может только полная смена именно системы власти. Пока простые россияне гибнут на войне, а их близкие из-за потери кормильцев бедствуют, чиновники Министерства обороны РФ не отказывают себе в удовольствиях. Далее покажем, как развлекаются и отдыхают те, кто посылает русских мужиков на верную смерть. Таких обращений и матерей к Путину в интернете можно найти тысячи. Наши ребята ушли добровольцами СК Архангельской области на СВО, подписав контракты с Министерством обороны. 18 мая они были отправлены на передовую, на Вабахмутка-Шарвудский лес, без жетонов и без каких-либо документов. Не может же весь 57-й полк воинской части 31-832 исчезнуть бесследно. На развязанной Путином войне бесследно исчезают многие российские оккупанты. Кто-то сгорает до тла под огнем артиллерии, кто-то дезертирует и прячется. Чьи-то ненайденные тела гниют на полях и в лесах. А родственники, подобные этим архангельским матерям, никогда так и не узнают, что произошло с их детьми и мужьями. Соответственно, не получат так называемые гробовые выплаты или пресловутую белую ладу. Модные показы, тусовки, заграничные путешествия и развлечения, яхты и гламурные фотосессии. А это не гламурная львица или жена бизнесмена-миллионера, а целый генерал-майор армии РФ Мария Китаева. 24 февраля 2022 года в 5 утра Путин начинает бомбить Киев и другие города Украины. В это время Мария была не в штабе, а в Лондоне с тремя детьми. У нее был отпуск. На 26 февраля куплены билеты на мюзикл Мэри Поппинс. Не пропускать же такое ради какой-то там войны. И это только начало. Мария до недавних пор была замужем за генералом Юрием Садовенко. На счету которого в смерти сотни тысяч людей. Он заместитель министра обороны РФ Шойгу. И возможно именно он отправлял архангельских мужиков на убой в Новобахмутовку. Но какая разница? Новое расследование фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального показало в очередной раз, какая пропасть между теми, кого посылают умирать в Украину. И теми, кто отдает эти приказы. Вот зимой она катается на сноуборде в Куршевеле. Летом отдыхает на море в Италии. Ну а в межсезонье, конечно же, Дубай. Китаева работала журналисткой. Снимала сюжеты про Путина, которые путешествуют на ладе по России. Ну, знаете, я, честно говоря, очень удивлен даже. Вела прямую линию с хозяином Кремля. Как идет, как сейчас идет, ребят? Маша, Маша, вернитесь, пожалуйста. Спасибо. Да ладно уж, я подержу микровон. Владимир Иванович, микрофон не дают в руки. Обещайте, что будет коротко. Одна из ее работ, фильм про работу Шойгу в МЧС, становится судьбоносной. Шойгу ставят на пост губератора Московской области. И он приглашает Китаеву работать на него. Советницей по информационным технологиям. В 2012-м Кожугетович становится министром обороны. Китаева тоже уходит в Министерство обороны. И уже в 2014-м году Китаева становится советником министра обороны РФ. Это ранг приравнен к званию генерал-майора. А Марии тогда было всего 30 лет. Заместитель министра обороны Юрий Садовенко работает с Шойгу более 30 лет. И заприметил Марию, как только та стала работать с его шефом. И его интерес был не к профессиональным качествам Марии. У трех ее детей по документам фамилии Садовенко. Брак они не регистрировали. Дом на Рублевке. Миллионные траты на отдых за границей. Одежды мировых брендов. И поездки в Европу, в том числе, во время войны. Даже на генеральскую зарплату это невозможно. Журналистское расследование показало, как военное начальство далеко от своих подчиненных. С одной стороны, говорите, что да, что там ненавистный Запад. С другой стороны, там находятся жены, любовницы, дети, внуки и так далее. Вот опять же, возвращаясь к истории сталинского времени, там же никто на Западе не был. Все были в стране, были вместе с народом. Это дополнительная капля, которая наполняет этот сосуд негатива и отторжения общей массы к российским элитам, которые демонстрируют откровенное лицемерие. Помимо баснословных трат, которые, видимо, стали нормой для генералов РФ во время, да и до войны, вишенкой на торте стало то, что Китаева, родив троих детей от одного зама Шойгу, ушла к другому заму, Тимуру Иванову. Вот такая Санта-Барбара. А вот на этом снимке у Китаевой даже виднется кольцо. Возможно, стоит поздравить молодых. Руководство РФ и Министерство обороны РФ лицемерно врет своему народу про украбандеровцев, и что если бы не они начали войну, Украина напала бы первой. И пока простые россияне тысячами гибнут в Украине, в Министерстве обороны РФ живут и развлекаются, как настоящие бояре. Когда появляются такие расследования, это увеличивает эрозию путинской вертикали, это увеличивает прожение и отражение масс того, как происходит война. Хочется верить, что прозрение у россиян от таких расследований хоть и поздно, но наступит. Мастер самострела Путин принес множество бед России, но все ему мало. Он продолжает совершать дорогие ошибки. Например, подписал закон о признании 3 сентября днем победы над милитаристской Японией. В ответ Япония моментально разорвала целый ряд контрактов по поставкам продукции в РФ, например, медицинского оборудования. Как и зачем эта суицидальная власть всегда все делает только хуже? Посмотрим. Российско-японские отношения становятся более напряженными. Недавно президент России подписал закон, в котором 3 сентября становится днем победы над милитаристской Японией. До этого в эту дату отмечали День памяти и окончание Второй мировой войны. Отношения между Россией и Японией всегда были достаточно сложными, не отличались какой-то большой любовью и искренностью. С этого года, 3 сентября, начинает отмечать День победы над милитарной Японией. Конечно же, это никак не способствует улучшению отношений международных между Японией и Россией. И, с другой стороны, это усиливает те политические трения и отсутствие коммуникации качественной между Японией и Россией. В Токио сразу же отреагировали на инициативу. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал такой шаг Российской Федерации «Разжиганием взаимного антагонизма». Принятие этого закона может не только разжечь антияпонские настроения среди россиян, но также может привести к антироссийским настроениям среди японцев, сказал Мацуно. Он также добавил, что такие действия со стороны России крайне досадны для его страны. И ответ японцев не заставил себя ждать. Сразу после подписания закона японские власти приостановили экспорт неподсанкционных товаров в Россию и расторгли много контрактов. Один из таких был договор о поставке новейшего медицинского оборудования для Путина. В частности, техника была предназначена для Центральной клинической больницы управления делами президента Российской Федерации. После полномасштабного вторжения России в Украину, Япония, как и большинство демократических государств мира, начала активную санкционную политику против страны-агрессора. В санкционном списке Японии всего 700 физических лиц и 207 организаций из Российской Федерации. Санкции введены против ряда российских авиационных предприятий, в частности, авиазаводов Урал, Комсомольск-Наамуре и Иркутск, НПП «Пульсар», группы «Газ», торгового дома «Рассел» и других компаний. Ограничения наложены и на российский фонд национального благосостояния, средства из которого используются Кремлем для продолжения войны против Украины. Япония была одной из первых стран в мире, которая ввела санкции против России. И в большинстве своем это санкции, которые были введены правительством Японии против больших производственных предприятий, которые помогают фактически армии России вести войну в Украине. Кроме того, правительство страны значительно сократило перечень экспортных товаров в Россию. В частности, под запрет попали полупроводники, оборудование для добычи нефти, предметы роскоши, квантовые компьютеры и 3D-принтеры. В список подсанкционных товаров попали вакцины, медицинское оборудование и лекарства. Также Токио ввел запрет на предоставление строительных и инженерных услуг России. Зато с Украиной Япония начала более тесное сотрудничество. В прошлом году японское правительство предоставило Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около 1,6 миллиарда долларов. В 2023 году Япония предоставит Украине 3,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Кроме того, Министерство обороны страны передало 100 автомобилей вооруженным силам Украины и обеспечило питание 30 тысячам военных. После окончания Второй мировой войны Япония ввела законодательство, которое запрещает продажу каких-либо военных, военной техники, оборудования для других стран. Но даже в этом вопросе очень консервативные японцы пересмотрели фактически свое законодательство. Россия как раковая опухоль на карте мира, которая своими токсичными метастазами отравляет все вокруг. Страна-террористка уже давно показала свое истинное лицо. И с каждым ее преступлением она становится все более изолированной от цивилизованного мира. Мечтал про мировое господство. Однако в реальности превращает Россию просто в колонию – сырьевой предаток Китая. О геополитическом провале Путина и о том, как это отразится на качестве жизни простых россиян. Далее. Россия станет экономической колонией Китая. Такой прогноз озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс. Его слова на лекции фонда «Дичли» в Оксфордшире приводит The Washington Post. Ее будущее в качестве младшего партнера и экономической колонии Китая определяется ошибками Путина. Его реваншистские амбиции притупляются НАТО, которое только становится больше и сильнее. Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки уверен, что война против Украины уже стала стратегическим провалом путинской России, показав ее военные слабости. Война ударила и по экономике страны-террориста, приведя ее в упадок на долгие годы. Огромная и нищая Россия. Слишком лакомый кусок, мимо которого не сможет пройти амбициозный и наращивающий силы Китай. С этим согласны и экономисты. Доля в мировой экономике последовательно идет к 1%. И, скорее всего, в следующем году они пробьют это дно. То есть экономика становится карликовой. Допустим, удельный вес Китая будет приближаться где-то к 14%. То есть экономически Китай больше чем в 10 раз превышает. Но и до полномасштабного кровопролития в Украине, по наблюдениям экономистов, Россия дрейфовала Китаю. Теперь же, изолировавшись от западного мира, Российская Федерация безальтернативно попадет в сферу влияния Китая. Если будет сохраняться этот режим, я даже скажу не режим, а современное государство, у Путина и Кремля нет другой альтернативы, как идти с протянутой рукой к Китаю. Постепенно все внешнеэкономические отношения будут переориентированы на Китай. Да, с Китая они будут получать не только широпотреб, продукты питания некоторые, но будут теперь получать технику, технологии. И хотя пока российские деятели и пропаганда преподносят переориентацию на Китай как собственный выбор Кремля, на самом деле позиции равенства в этих отношениях Россия будет терять. Соответственно, Китай этим будет пользоваться. Он последовательно опускает статус со статуса равного партнера на сейчас это младший партнер, а через несколько лет это будет просто сателлит. Тогда же, возможно, Китай захочет вернуть и российские территории, которые считает своими, и даже отображает их китайскими на некоторых картах. Речь идет не только о Тайване, а идет о громадных землях от Байкала туда до Дальнего Востока. Он ждет, когда эти земли ему уже не Путин, а кто-то другой перенесет на блюдечки. Но даже без реализации такого сценария зависимость от Китая не принесет России ничего хорошего, как не принесла изолированной от мира Северной Кореи. Особенно болезненным для РФ будет длительный переходный период от нынешнего состояния до экономической колонии. Ничего хорошего для граждан Раши не вижу. То есть жизненный уровень будет падать, потом стабилизируется и закрепится на каком-то достаточно низком уровне. Есть и другой вариант. Его экономист Александр Савченко называет более реалистичным. Когда Российская Федерация вследствие военного поражения в Украине распадется на независимые государства, которые сами будут выбирать свое будущее. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова